Приветствуем вас друзья на канале Данила и Лариса. Сегодня занимаемся своим любимым делом магией приготовления сыров. Сегодня будем готовить швейцарский твердый сыр Грюер. Для приготовления нам понадобится термофильная закваска, содержащая бактерии гильветикус. Либо же термофильная закваска и бактерии гильветикус отдельно, то есть они продаются как отдельная закваска. Также для этого сыра нам понадобятся пропионовые бактерии. Этот сыр не имеет теплой фазы созревания, то есть он не будет с большими глазками. Это твердый сыр, практически терочный, но пропионовые бактерии нужны для придания особого вкуса, характерного для сыра Грюер. Это сладковатый вкус с ореховым ароматом. Вот кстати для людей, которые не очень любят кислые сыры, Грюер очень подходит. Далее нам понадобится молокосвертывающий фермент. Можно использовать молокосвертывающий фермент в любой форме. Мы используем микробиальный молокосвертывающий фермент. В какой бы форме у вас не был молокосвертывающий фермент, перед внесением, за 10 минут фермент обязательно надо развести в 50 мл кипяченой воды. То есть и в сухой форме, и в жидкой форме. Причем очень часто задают вопрос, хочу на этом остановиться, по поводу количества фермента. Друзья, количество фермента надо обязательно использовать именно в соответствии с рекомендациями производителя, то есть с той нормой, которую дает производитель на своей упаковке. Дело в том, что разные ферменты имеют разные свойства молокосвертывающие и очень легко можно внести большее количество или меньшее количество. Причем, если мы вносим большее количество фермента, то сыр получает характерную горчинку. Также нам понадобится 10% раствор хлористого кальция. Все ингредиенты, которые я перечислил, можно купить в интернет-магазине сырок.com.ua. Ссылку я оставлю в описании видео. Также в интернет-магазине сырок.com.ua можно купить готовый набор для приготовления сыра Грюер. Для жителей не из Украины, ну как бы из других стран СНГ, в описании вы найдете точное количество, точные названия, закваски, фермента, бактерии и точное количество, которое надо вносить. Не за исключением фермента, конечно. Совершенно спокойно обращайтесь, если у вас не доступен интернет-магазин сырок.com.ua. Обращайтесь в любой интернет-магазин, который занимается продажей товаров для вкрафтового сыроделия, покупайте нужные ингредиенты и готовите сыр вместе с нами. Из оборудования нам понадобится в первую очередь форма. Мы используем вот такую 2-килограммовую форму без донышка. Последнее время мне формы без дна нравятся значительно больше, особенно для приготовления твердых сыров. Понадобится лира для нарезки сгустка. Если нету лиры, ну и в данном случае, чуть позже увидите, для нарезки сгустка вертикально я использую заточенный шампур из пищевой нержавейки. Также понадобится ковшик, марлечка. Если у нас нет сыроварни и варим в обычной кастрюле, используем мешалку. Ну, вот такую вот шумовку. Теперь, что касается молока. В данный момент мы кастеризуем молоко. Дело в том, что у нас вообще тут катастрофа с поставщиками молока. Мы сменили несколько поставщиков и еще пока не проверенный поставщик, мы молоко постоянно пастеризуем. Если у вас четко проверенный поставщик, этот сыр можно готовить без пастеризации. Но все-таки для того, чтобы обезопасить себя, свой труд и свой будущий сыр, я бы рекомендовал пастеризовать молоко перед приготовлением. Что касается самого молока, молоко должно обязательно быть вчерашнее. Максимум это вечерней дойки, если мы сегодня варим сыр. Если зимой, даже можно использовать вчерашние дневной дойки. Молоко, которое вот сегодняшнее утреннее, оно не подойдет, просто не сформируется сгусток. Пастеризуем молоко на водяной бане, нагреваем до температуры 65 градусов и быстро охлаждаем. Мы сегодня готовим на нашей сыроварне. Это сыроварня нашей с Ларисой разработкой. Мы полностью от начала до конца занимались разработкой этой сыроварни. Ссылку на обзор я оставлю в описании. Там же будет ссылка на производителя, который изготавливает эти сыроварни в Украине. Через меня, то есть обратившись ко мне, вы можете заказать любую из комплектаций сыроварни со скидкой 5%. Или купить напрямую у производителя, но без скидки. Часто задают вопросы по поводу отправки в Россию. Да, я отправлю без проблем, но просто какой почтой получается достаточно дорого. То есть вы выбираете почту, которую вам отправлять, и я отправлю без проблем такую сыроварню. Что же касается самой сыроварни, мы ее немножко модернизировали. Мы модернизировали мешалку. Сегодня в этом рецепте вы увидите, как это работает. Добавилась функция реверс, причем реверс с регулируемой цикличностью. Вот такой вот строили здесь приборчик. Теперь при вымешивании мелкого зерна, при втором нагреве мешалка работает в одну сторону нужное количество секунд, затем в другую сторону. Таким образом получается очень хорошее вымешивание зерна. Для тех, кто пока не купил сыроварню, моя очень настоятельная рекомендация – не варите никакие сыры в кастрюлях. Сейчас объясню почему. Используйте водяную баню. Две кастрюли большего размера и меньшего размера. Меньшую ставите вовнутрь, в большую наливаете водички, так чтобы донышко меньше и касалось поверхности воды. И таким образом нагреваете молоко. То есть получается классическая водяная баня, в которой и должны готовиться сыры. Почему нельзя делать на газу или на любой другой плите? Дело в том, что донышко кастрюли, которая контактирует непосредственно с газовой комфоркой, нагревается до температуры 300 градусов. Соответственно, а температура пастеризации молока 65 градусов. Все молочнокислые бактерии, вся закваска, которую мы вносим в молоко, та ее часть, вернее, которая контактирует с донышком, пастеризуется. Соответственно, процесс повышения кислотности для последующего внесения фермента проводит неадекватно, неправильно. Кислотность не повышается до нужного уровня. И, соответственно, вы не получите нормальный сгусток, потом сырный, и не получите нормальный сыр. Итак, друзья, сейчас мы после пастеризации охлаждаем молоко до температуры 33 градуса, и будем начинать варить наш грюер. Молоко пастеризовалось, и первое, что мы делаем, вносим хлористый кальций. Постоянно задают один и тот же вопрос. Каждый раз буду объяснять. В пастеризованное молоко внесение хлористого кальция строго обязательно. Норма внесения 3-4 мл на литр молока. В не пастеризованное молоко хлористый кальций можно не вносить. Но для улучшения сыропригодности молока, для того, чтобы получить более стабильный, качественный и хороший сгусток, и, соответственно, больше выход сыра, я рекомендую вносить и в не пастеризованное молоко хлористый кальций. Из расчета 1 мл 10% раствора на литр молока. У нас 20 литров молока, мы готовим из 20 литров молока, поэтому вношу 60 мл хлористого кальция. Вносим хлористый кальций в растворе и хорошенько перемешиваем. Сыр Грюер у нас будет вызревать в натуральной корке. То есть после обсушки сыра мы будем формировать натуральную корку и вызревать он будет в натуральной корке. Я решил испробовать в этом рецепте. Я не буду писать в рецепт, но решил испробовать. Интернет-магазин сырок.com.io прислал нам антимикробную защитную закваску, которая препятствует развитию маслянокислых бактерий, но в принципе должна хорошо стабилизировать сыр, защитить его от всяческих пороков. Поэтому после хлористого кальция в данном случае вношу согласно норм внесения антимикробную защитную закваску и заодно посмотрим, проверим результат, посмотрим как она действует и не появится ли у нас плесень и не появится ли у нас посторонних вкусов каких-то в сыре. Вообще я очень много читал про антимикробную закваску. Конечно, в первую очередь рекомендую ее для непроверенного молока, когда вы готовите из непастеризованного молока и у вас есть какие-то сомнения. Потому что самые частые пороки сыра, которые развиваются, это пороки, связанные с внесением маслянокислых бактерий, которые, собственно говоря, попадают в молоко от нарушения правил гигиены при дойке животных. Ну а вот второй путь проникновения всяких ненужных бактерий это в процессе вызревания, тем более без покрытия. Поэтому такой у нас своего рода еще и эксперимент с антимикробной закваской. Отдельное видео будет, мы сделаем несколько сыров с белой плесенью, я вот хочу сделать бри и на нем проэкспериментировать. Один бри сделать из пастеризованного молока, а один из непастеризованного молока с антимикробной закваской. Это будет отдельное видео. Итак, друзья, все тщательно перемешиваем, ждем 5 минут. Через 5 минут выключаю мешалку и начинаю вносить закваски прямого внесения. Без разницы, в какой последовательности вносить, что раньше, что позже, пропионовые бактерии или закваску. Главное правило, так как закваска прямого внесения, ей надо дать возможность регидратироваться. Поэтому рассыпаем нужное количество заквасок по поверхности молока и не перемешиваем в течение 5 минут. Оставляем в покое, чтобы регидратировалось, чтобы промокла наша сухая культура. При этом, друзья, поддерживаем температуру в пределах 33 градуса. То есть температура у нас должна быть стабильна, не должна прыгать особо. Максимум скачки это плюс-минус 1-1,5 градуса. Но желательно и этого избежать. Через 5 минут тщательно перемешиваем молоко. Я включаю свою мешалку. Если у вас нет мешалки, смотрите, шумовкой вот так перемешивайте движениями вверх-вниз, чтобы закваска, чтобы все культуры распределились по всему объему молока. И ждем 30-40 минут, поддерживая температуру 33 градуса, пока поднимется кислотность. Через полчаса вносим молокосвертывающий фермент. Хорошенько перемешиваем молоко, чтобы распределить фермент по всему объему молока. Так как у нас будет формироваться сгусток, естественно, мешалку я снял. Снимается она очень легко. Продолжаем поддерживать температуру на уровне 33-34 градуса. На поверхность молока помещаем стерильную капроновую крышечку для того, чтобы определить точку флакуляции, точку начала образования сгустка. И с помощью секундомера или часов засекаем время. Через 20 минут наблюдаем вот такой вот эффект. Крышечка пристала к поверхности молока, как на резинке. Значит, наступила точка флакуляции и начал образовываться сгусток. Временной коэффициент или мультипликатор для данного сыра 3. Умножаем 20 минут на 3, получается 60 минут. Значит, оставшееся время, которое нам надо держать температуру, держать сгусток до полного образования, еще 40 минут. Итого, общее время час. Друзья, поддерживаем температуру 33-34 градуса и через 40 минут вернемся и займемся порезкой сгустка. Прошел час, я должен приступить к порезке сгустка. Опционально можно проверить, как сформировался сгусток. Для этого вводим нож и поднимаем. Если получается чистенький глянцевый разлом сгустка, значит, все в порядке. Режем сгусток на вертикальные столбцы размером меньше сантиметра. Стараемся порезать как можно меньше. Ведь сыр у нас твердый, значит, зерно нужно поставить достаточно мелкое. Вначале разгрезаем сгусток в одну сторону. После того, как порезали сгусток в одну сторону, начинаем резать его пенбедикулярно, чтобы у нас получились вот такие вот столбики вертикальные. После того, как нарежем сгусток, оставим его минуты на 3-4, для того, чтобы он отдал немножко сыворотки и уплотнился. Через 5 минут порежем сгусток по горизонтали. Можно воспользоваться лирой. Если лиры нет, то просто длинным ножом вводим его по диагонали и нарезаем так же, как нарезали вертикально. Так же ножом можно нарезать и горизонтально. Конечно, лирой значительно удобней. Оставляем зерно еще на 5 минут уплотниться. Через 5 минут приступим к самой веселой части, так сказать, марлезонского балета. Начинаем вымешивать сгусток, вначале медленными движениями, потом чуть интенсивней. Вымешиваем в течение 40 минут. Но я показал шумовкой, если нет чудесной мешалки. А так как у меня есть чудесная мешалка, то я включаю мешалку, соответственно, включаю реверс, и он у меня просто засекает время, а сгусток у меня сам мешается. Через некоторое время, вот посмотрите, как мешалка с реверсом работает. То есть, суть этого реверса, то, что зерно не сбивается, оно именно вымешивается. Наша задача сейчас, чтобы зерно как можно больше отдало сыворотки в течение этого первого этапа вымешивания. Ну, соответственно, за 40 минут зерно уплотнится, округлится, отдаст много сыворотки, и мы приступим ко второму нагреву. А, кстати, пока температуру поддерживаем 33-34 градуса. Зерно уплотнилось за 40 минут, и, видите, стало вот такое вот мелкое и уже достаточно плотное. Включаем нагрев так, чтобы зерно нагрелось до температуры 50 градусов в течение следующих 20 минут. При этом не перестаем помешивать. Через 20 минут останавливаем нагрев и продолжаем поддерживать температуру также в пределах 50 градусов и вымешивать зерно. В среднем еще 15-30 минут. Смотрите, сейчас зерно такое вот эластичное, но оно еще не липкое. Надо вымешивать зерно до того, как оно станет хорошо слипаться. То есть, вот время от времени, начиная с 10-й минуты, проводим тест. Как только зерно начнет хорошо слипаться, это будет сигналом к тому, что надо приступать к формированию головки. Через 20 минут вымешивания зерно достигло нужного уровня кислотности и стало хорошо слипаться. Проверяем, если оно лепится, значит все в порядке. Если не лепится, значит надо еще вымешивать. Итак, друзья, сейчас сольем сыворотку. Естественно, процесс вымешивания останавливаем. Нагрев тоже останавливаем. Сливаем сыворотку и будем формировать головку. Для того, чтобы зерно у нас вместе с сывороткой не убежало, сливаем ее через друшлащок. Но зерно оседает на дно. То есть, после второго нагрева практически оно не будет плавать, оно сразу же оседает. Сливаем сыворотку до того уровня, чтобы понещенная в сыворотку форма была полностью покрыта ею. Так как мы будем формировать сырную головку под слоем сыворотки. Застеленную марлей форму помещаем в сыроварню и начинаем перекладывать в нее зерно. Нагружаем форму и уплотняем зерно в форме. Так, чтобы оно максимально распределилось по всей форме. Сверху сформированной головки помещаем поршень, никакого веса на него не ставим и оставляем еще на самопрессование минут на 5. Извлекаем форму из-под слоя сыворотки, помещаем на дренажную поверхность. Подтяни, замарлю, замарлю, подтяни. И приступаем к первому прессованию. Первое прессование сыра делаем весом 5 килограмм в течение 20 минут. Через 20 минут сделаем первый переворот. Почему я люблю формы без донышка? Потому что переворачивать их достаточно просто. продолжаем прессовать. Сырок весом 5 килограмм еще в течение 20 минут. Далее, друзья, нам надо извлечь сыр из марлевой упаковочки. Вот таким вот образом. Все это очень легко делается именно с открытой формой. Аккуратненько, чтобы не разрушить головку. Отлепливаем марлю и комлик. Вновь одеваем форму. Аккуратненько заправляем сыр в форму. Конечно, можно использовать формы с донышком и две формы донышками наружу перебрасывать сыр из одной формы в другую. Но все-таки, как по мне, значительно удобнее работать именно с открытой формой. Вот таким образом. Переворачиваем сыр. Снимаем марлю. Сверху помещаем дренажный коврик и продолжаем прессовать. Следующий этап прессования под весом 10 кг в течение 30 минут. Далее опять перевернем сыр. И 6 часов его прессуем весом 15 кг. После этого в четвертый раз переворачиваем сыр. И еще 6 часов прессуем под весом 20 кг. То есть это будет уже завтра утром, друзья. Я вернусь к вам и расскажу, что дальше сделать с сыром. На следующий день прессование окончено. Я не стал тащить сюда весь пресс, чтобы не загромождать кухню. Просто вынул из-под пресса форму. Извлекаем сырочек из формы. Извлекайся сырочек. О, я забыл его взвесить, как всегда. Так, взвесим наш грюер. Сыр. Вес головки 2,367 кг. Блин, фантастика. Первый раз такой выход. Отличное молоко было. Очень хороший выход. Почти 2 кг 400 г. Но и головка удивила меня достаточно большая. Друзья, следующим этапом нам надо сыр засолить. Готовим раствор. 20% насыщенный соляной раствор. 20% многие делают там замечания, что ты неправильно говоришь. Я правильно говорю. 20% раствор. Это значит 20 весовых частей соли, 80 весовых частей воды. То есть килограмм соли растворяем в 4 литрах воды. Доводим до кипения. После этого охлаждаем до комнатной температуры. Процеживаем через марлю. Добавляем в этот раствор 4 г хлористого кальция сухого и 4 чайных ложки столового уксуса. Хлористый кальций добавляется для того, чтобы не замыливалась корка сыра, чтобы не вымывался кальций из самого сыра. Солим сыр из расчета 3 часа на каждые полкилограмма веса. То есть в данном случае у меня получится 15 часов. Отправляю сырок в рассол. И раз в 3 часа сыр переворачиваем, потому что он в рассоле плавает, чтобы он равномерно просолился. Далее вопрос. Как просаливается сыр? Сыр забирает часть соли из рассола и соответственно в рассол отдает часть воды. Вначале сыр будет просолен только снаружи. Во время созревания в течение первого месяца соль равномерно распределится по всей головке сыра. Потому что тоже задавали вопрос. Вот я там посолил головку, попробовала она снаружи пересоловенная. Но кто же пробует сыр до созревания. По поводу самого соляного раствора. Раствор можно использовать несколько раз, но не забывайте, что сыр забирает часть соли и после каждого использования несколько столовых ложек соли добавляйте в рассол. Ну вот собственно говоря, через 15 часов продолжим работать с грилером. По прошествии нужного количества часов извлекаем сыр на просушку. То есть нужное количество рассчитывается из расчета веса головки. Вот так вот просушиваем его при комнатной температуре 2-3 дня. До того, когда сыр тактильно будет совершенно сухой. Пока сыр влажный, переворачиваем его 2-3 раза в сутки, чтобы он сох равномерно с двух сторон. Ну и вот сушить лучше на такой штуке от микроволновки или на любой другой решетке, чтобы сыр высыхал равномерно. Итак, до встречи через 2-3 дня. Как только сыр высохнет, я расскажу о его созревании. Итак, друзья, наш грюер полностью обсох. То есть обсох – это когда сыр тактильно на ощупь, совершенно сухой, никакой влаги не ощущается. И можно приступить к началу формирования корочки и к началу, так сказать, процесса созревания. Классический грюер созревает от 6 до 12 месяцев, но речь идет о больших головках. Когда речь идет о маленьких головках, я не рекомендую делать такие длинные сроки созревания. В такой маленькой головке даже пармезан у вас нормально созреет за полгода. То есть за год это будет просто фактически сухай. Ну а тем более грюер, который не должен быть сухарем. Итак, друзья, созревает этот сыр в натуральной корке. Для того, чтобы за этой коркой ухаживать, мы приготовили рассол. 50 грамм соли на 1 литр воды. Если вы живете в Российской Федерации, у вас есть возможность купить бревибактериум линес. В описании найдете, как это называется в рецепте сыра. К сожалению, у нас в Украине эти бактерии не продаются. Если есть возможность, тогда на литр воды 1-32 чайной ложки вот этой вот культуры бревибактериум линес будет формировать красивую красную корочку. Но у нас такой возможности нет, поэтому мы будем проводить процесс созревания и формирования корочки обычным соляным раствором. Для этого, после того, как сыр полностью обсох, берем соляной раствор, берем марлечку, берем бумажное полотенце и соляным раствором хорошенько протираем срок каждые три дня. Вот таким вот образом. Если где-то будут небольшие очаги плесени, совершенно не страшно. Они этим раствором отлично вытираются. хорошенько протерли, чтобы все абсолютно у нас было протерто. После этого промакиваем бумажным полотенцем, чтобы нигде не было излишек раствора. Такую процедуру будем проводить в течение где-то месяца, полутора месяцев. Да, созреватель у нас будет три месяца, не больше. Через три месяца будет дегустация, будет отдельное видео. После этого, друзья, помещаем сыр либо в камеру, либо в контейнер для созревания. Оптимальные условия для созревания глюера. Температура 10-12 градусов, влажность 85%. Он у нас будет стоять в контейнере в камере. Контейнер будет приоткрытый, потому что у нас камера с поддержкой влажности. Если у вас такой возможности нету, если у вас только холодильник или балкон. Ну, температура понятна. 10-12 градусов – это верхняя полка холодильника, и то на верхней полке холодильника все равно холоднее. Но если нет другой возможности, тогда приходится чем-то жертвовать. В холодильнике контейнер пусть будет закрытый. Тогда сыр, отдавая естественную влагу, будет наращивать влажность в контейнере и не будет сильно пересыхать. Если оставить их из контейнера, за три месяца, конечно, этот сыр превратится просто в обычный сухарь. Если уж... Ну, конечно, Грюер должен быть в натуральной корочке. Но если никакой возможности нету, можно его покрыть воском. Но это уже будет не совсем Грюер. Итак, друзья, с удовольствием вам представляем проверенный нами рецепт сыра Грюер. Сыр получился очень классный, очень порадовал, особо порадовал выход сыра. Ну и, как бы, я думаю, что порадует вкус. Увидимся с вами через три месяца на дегустации, когда мы его разрежем, покажем вам разрез и расскажем, какой сыр получился на вкус. А пока мы будем заниматься формированием корочки. А вы не забудьте подписаться на канал на нас, чтобы ничего не пропустить. И, конечно, смотрите наши новые видео. У нас очень много творческих планов. Будут в ближайшее время интересные сырочки. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Пока.